Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас внеплановое занятие «Задача коммунистов Новороссии». Как это внеплановое? Внеплановое – это измененное и включенное в новый план. Слово будет предоставлено двум нашим товарищам, которые побывали в Новороссии. Получить информацию, что называется, из первых уст. Ведут у нас занятия товарищ Маленцов, первый секретарь Ленинградского обхома Российской коммунистической рабочей партии и секретарь Родфронта. И товарищ Бегизов, главный редактор газеты «За рабочее дело» Рабочая партия России. Приведет дискуссию профессор, доктор философских наук Попов Михаил Васильевич. Александр Ильич, я вас попрошу сюда, на левый край. Тема нашего обсуждения, которая у нас сегодня пройдет, и которая специально подготовлена, состоит в том, чтобы разобраться, а что вообще должны делать коммунисты Новороссии. Потому что мы имеем достаточно много информации. И от тех, кто является журналистами, и в интернете есть соответствующие материалы, и не все то, что в прессе и буржазное, не все вранье. Ну, там много и вранья. То есть, достаточно много информации, но, как известно, от материалистов диалектических требуется не отражение того, что есть, а преобразование действительности, и поэтому мы на то, что там происходит в Новороссии, рассматриваем не как на что-то, что происходит и на что никак нельзя повлиять, а как то, что нас всех затрагивает, и на что мы можем так или иначе воздействовать, в том числе идеологическими методами, политическими методами. Но для этого нам надо очень четко определиться и ответить на вопрос, что делать. И вот для того, чтобы этот вопрос был продуман достаточно глубоко, а и для того, чтобы иметь очень точную картину, на которую можно было бы опираться. Наши товарищи, которых уже представил Федор Иванович, побывали в Новороссии, непосредственно общались с участниками тех событий, и поэтому их слово особо ценно. Мы договорились так, что сначала выступит Степан Сергеевич, а потом Александр Владимирович. А потом у нас можно было и задать им вопросы, после этого будут выступления, ну и в конце я сделаю заключительное слово по итогам, к чему мы в общем и целом пришли. Вот такая у нас программа. Пожалуйста. Куда-нибудь прикрепите. Выдите, держите. То, что будет хорошо. Вот так. Так, тема нашего семинара. Семинара, это я так правильно? Да, семинара. Семинара. Круглого стола. Круглого стола. Задачи коммунистов в Новороссии. Но прежде чем определить, какие задачи, мы должны понимать, что там собственно происходит. Если мы начнем исследовать этот вопрос с научной точки зрения, с марксистской, с классовой, то мы должны проследить всю историю, каким образом сложилась та ситуация, которую мы на сегодняшний момент имеем на Украине. Мы все прекрасно с вами знаем, что во времена Советского Союза между русскими, украинскими и другими народами были братские отношения. И мы жили в одной стране, и даже сам Крым, когда переходил в 54-м, да, в 54-м году, или в 56-м, не помню. Да, в 50-х годах переходил в состав Украины, то это прошло тихо и незаметно, потому что он как был в Советском Союзе, так и остался. После временного поражения социализма образовались новые государства, Российская Федерация, Украина и ряд других. Вот эти государства, они вошли в международную капиталистическую систему разделения труда. Мы с вами видели на примере собственной страны, когда закрывались заводы, потому что задача Российской Федерации в этой системе разделения труда была поставка энергоносителей, природных ресурсов. Наукоемкие какие-то технологические продукции, они делались в других странах, другими странами. И все вот это накладывало свой отпечаток на структуру хозяйства. И по неволе Российская Федерация и другие страны, они попадали в определенную зависимость от более сильных империалистических стран. За 25-летний период произошли определенные изменения в экономическом состоянии, прежде всего Российской Федерации. И сохраняя свой, все-таки, зависимый еще пока характер от стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, от финансового капитала этих стран, тем не менее, оно на международной арене пытается проводить свои экономические интересы. Интересы эти империалистические, потому что Россия на сегодняшний день представляет из себя империалистическое государство, хотя с определенной степенью зависимости. Но тем не менее, империалистическое, которое пытается проводить самостоятельную политику. Давайте вспомним, с чего началось противостояние на Украине. С того, что, с одной стороны, Россия настаивала на таможенном союзе, а представители, значит, европейского сообщества тащила в так называемую евроинтеграцию. То есть налицо противостояние двух империалистических сил. Россия с одной стороны и западный капитал с другой стороны. Мы помним, что Янукович колебался и, тем не менее, принял решение поддержать таможенный союз. Это разрешило межимпериалистические противоречия между Россией и США? Нет. То есть решение войти в таможенный союз противоречия, так сказать, не разрешило, поскольку Соединенные Штаты и Евросоюз были недовольны. Они спровоцировали Майдан. На наших с вами глазах, значит, это уже не первый раз на Украине происходит. Никто не думал просто, что такие последствия это будет иметь. Но, тем не менее, именно с помощью финансового капитала, значит, Соединенных Штатов и ЕС был спровоцирован Майдан. При этом режим Януковича, он действительно, значит, был прогнивший, действительно создавал объективно трудности для трудящихся. И риторика на Майдане, в том числе, она была, так сказать, имела определенную социальную направленность. Говорили об олигархах, которых надо, значит, посадить, отстранить от власти и прочее. Но, как Макс говорил, что о характере народных выступлений судят всегда по их результатам. Многие левые организации посчитали, что Майдан это, некий, так сказать, предвестник революции. На самом деле, это был предвестник не революции, а фашистского переворота. Хотя риторика была в какой-то степени там социальной. С другой стороны, почему это можно было заранее предугадать, что это будет именно фашистский переворот. Потому что наряду с социальными какими-то вопросами проводилась жесткая линия на антисоветизм, антикоммунизм, разжигание ненависти к другим народам. К еврейскому, к русскому, вообще ко всем. То есть мы это с вами помним. Поэтому это можно было предугадать заранее. И ту позицию, которую заняла Российская Коммунистическая Рабочая Партия в этом вопросе, она правильно классифицировала происходящие там события, как попытки фашистского переворота. Итак, мы видим, что соотношение сил было в пользу финансового капитала Соединенных Штатов и ЕС. И они смогли опереться на те слои внутри Украины, которые возглавили и осуществили этот фашистский переворот. Значит, а они пришли к власти. Но межимпериалистические противоречия между Россией и Соединенных Штатах разрешились от того, что там произошел фашистский переворот? Нет, они остались так же, как были, так и остались. Поэтому, несмотря на то, что хунта взяла власть в Киеве, Россия все равно пыталась защитить свои экономические интересы. И мы, на наших глазах развивалась вот эта, да, значит, политика, которую она проводила, Российская Федерация. Она объективно была хоть империалистическая, но тем не менее проводилась с помощью людей, которые заняли прогрессивную антифашистскую позицию. Интересы российского капитала на Украине, они империалистические, политику, которую она проводит, империалистическая Россия. Но те люди, значит, с помощью которых она пытается это провести, свои интересы, да, они сами по себе ведут справедливую антифашистскую освободительную борьбу. То есть вот надо это различать, на мой взгляд. Мы видим, что настроение трудящихся, особенно в Крыму, было резко, так сказать, отрицательным по отношению к происходящим в Киеве событиям. Это, значит, власти России это использовали, провели референдум, организовали, провели, договорились с татарскими, так сказать, общинами. Потому что опыт такой у них есть. Они просто их покупают, вот как мы в Чечне видим, да, как закрыли эти вопросы, купили элиту чеченскую. Также и здесь, в Крыму, по такому же сценарию развивались события. Вот. Провели референдум и просто силовым способом ввели войска, поскольку Крым это ключевой вопрос был для Черноморского флота, где он находится. И один из важных аспектов, так сказать, в положении Российской Федерации в плане морских вооружений. Это выход и Средиземное море, и дальше. И для них это был очень важный вопрос. Юго-Восток тоже большой промышленный регион, в котором сосредоточена основная промышленность Украины, основные запасы угля. Здесь тоже началась борьба. Понятно, что заранее сложно было сказать, в каких регионах, где и как сможет реализоваться тот или иной сценарий. По крайней мере, мы видим, что попытки со стороны России были инициировать такие же движения, как Крым в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске, в Луганске и в Донецке. Реализовалось только в Луганске и в Донецке, потому что в Одессе была жестокая расправа над пророссийскими силами и антифашистскими. Коломойский тоже установил свои жесткие достаточно порядки, в Днепропетровске реализовалось только вот здесь. И сейчас мы наблюдаем с вами вот эту область антифашистского сопротивления. Это Луганская и Донецкая народные республики. Объективно народ, который там ведет вооруженную борьбу, он ведет антифашистскую и справедливую борьбу. Интересы России в этой войне, они империалистические. Вот давайте посмотрим историю Второй мировой войны. Вот США, когда выступала против Германии, она объективно проводила антифашистскую, значит, международную кампанию, объективно. Хотя при этом она реализовывала свои империалистические интересы. Точно так же и Россия сейчас объективно, помимо своей воли, она вынуждена, так сказать, участвовать в антифашистской борьбе на Украине. При этом проводит свои империалистические интересы. Я вам приведу один из фактов. Вот на Украине Россия себя проявляет как антифашистское, так сказать, государство. В то же самое время сейчас все обсуждают финансирование французской партии, национальный фронт, Липен, крайне правая националистическая партия, банкам и России. Выдан кредит в 9 миллионов евро. При этом все банки Европы отказались давать Липен деньги. Это не банк России. Это банк России. Это российский банк, но не банк России. Российский и чешский банк. Первый российский и чешский банк. Владеет им некий Попов. В свое время он возглавлял компанию, которая была подрядчиком «Газпрома». То есть это деньги, по сути, делала «Газпрома». Ну, косвенно. Почему поддержка идет Липена? Потому что она выступает за федерализацию Украины. Она поддерживает Путина в этом конфликте. Липен считает, что Соединенные Штаты используют Францию и борются против американского засилия в Европе и во Франции. То есть она такая же, точно, так сказать, националистическая, может быть, даже фашистская организация. Просто она направлена. Интересы российского империализма совпадают в данном случае с их интересами определенным способом, образом. И они поддерживают эту организацию. По сути дела финансируют фашистскую организацию. Точно так же, как на Украине, Соединенные Штаты Америки финансировали различные правые секторы и прочие, так сказать, группы. То же самое мы видим. Поэтому здесь обольщаться действиями Российской Федерации на Украине особо не стоит. Объективно оно ведет сейчас антифашистскую борьбу. Помогает антифашистской борьбе, которую ведут трудящиеся. Кто воюет в ополчении? В ополчении воюют в основном шахтеры и другие категории представителей рабочего класса. Каким образом? Я всегда задавался вопросом, откуда у них оружие и как можно противостоять каким-то регулярным войскам. Когда мы там были и задавали эти вопросы, ответ получили такой, что, конечно, это происходит не без помощи Российской Федерации. Объявляется призыв добровольцы. Они собираются, выезжают в Россию, на полигонах обучаются, восстанавливают, скажем так, утраченные навыки. Потому что в основном мужское все население рабочее, оно служило в армии два года и приобрело воинскую специальность. И надо просто восстановить это в какой-то период. И обратно заходят на территорию Луганской и Донецкой республики уже вместе с техникой. То есть, именно вот эти силы, они составляют возможность противостоять, в том числе регулярно формированию. Кто воюет со стороны Украины? Значит, приблизительно так. И первые, и основные ударные группировки это наемники. Прежде всего из Польши. Они профессиональные, так сказать, проводят подготовку определенную ураганами и прочей техникой. И дальше заходят каратели, Насгвардия. Их задача зачистить город от малейших ополченцев. Потому что пока город не защищен, туда танки зайти не могут. И бронетехника. Они сжигаются бутылками зажигательной смеси, так называемыми коктейлями молотого. Поэтому заходят каратели, все это защищают. И защищают достаточно жестоко. Есть примеры, когда, рассказывали ополченцы, когда они заходили в город и для устрашения населения, и подавление малейшего, так сказать, попыток сопротивления. Проводили жестокие расправы, расстреливая из автоматов автобус, там несколько машин. Люди начинали выбегать, они их хватали, раненых обратно затаскивали, обливали бензином вот эти машины и автобусы и поджигали. То есть, ну, просто садизм уже, да, в последней стадии. Поэтому отношение обычных, так сказать, луганчан и дончан к вот этим, о них называют насы, резко отрицательное. И после таких преступлений, естественно, какое-то вот совместное существование в рамках вот этого режима, который сейчас на Украине, он просто невозможен, потому что люди настроены резко отрицательно. Когда я в Луганске задавал вопрос рабочему, рабочим, раздавал там газеты «Трудовая Россия» утром, значит, перед работой, и спросил, как они относятся к выборам. Тогда был период выборов и в Новороссии, и на Украине. Они спросили меня, где? Ну, перед этим я задавал им вопросы о зарплате, они так доброжелюбно со мной разговаривали, отмечали, и после того, как я, значит, сказал, ну, на Украине, они сразу замкнулись и сказали, для нас такой страны больше не существует. То есть отношение резко отрицательное здесь. Спасибо, Виктор Иванович, одна минута у нас. Одна минута, да? Хорошо. В ополчении присутствуют разные настроения. В том числе стихийно, конечно, там есть попытки за справедливость. Значит, бороться за какую-то республику свободную, но что это такое, никто ответить точно не может. С классовой точки зрения непонятно, куда надо вносить эту идеологию. Перспективы. Поскольку у меня минута, я скажу быстро. Вот самостоятельно в рамках такой зависимости от Российской Федерации, полностью экономическая зависимость от всего, электроэнергии, поставки, так сказать, вооружения в эти отряды, все это со стороны России сейчас идет. И деньги, которые получают бюджетники, это тоже со стороны России идут, потому что, значит, Киев не перечисляет. Победить самостоятельно здесь и выйти на какой-то социалистический проект, проект, скажем так, просто невозможно. Они не дадут, они управляют этим. Задача коммунистов сейчас, да, это кроме того, что проводить агитацию здесь, значит, надо организовать коммунистическую работу, собственно, здесь, в нашей стране, в России. Вот с помощью России это можно. Если здесь будет социалистический поворот, тогда и там. Или, надо сказать, в Киеве то же самое, украинские коммунисты. Вот если бы КПУ была способна бы проводить такую работу, то, наверное, можно было бы видеть перспективу, значит, социалистических преобразований на Украине и на Новороссии одновременно. Это еще возможно победить. А по, так сказать, одна Новороссия, одна Луганская область. Просто по объективным причинам не получится. Даже если предположить, что такое может быть. Все. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу сказать, что французский Калипен, фашистский, значит, и банк, организирует фашистов. Вот вам известно, определение фашизма, подпадает это французское под это определение? Я сказал, потенциально. Это националистический организм. А правый сектор – это фашистская организация? Конечно. Которая подпадает под определение в чистом виде? Это финансовый капитал, который берет финансовый капитал. Вот фашистские здесь как раз выступают, вот этот банк. А Липан – это приводное ремень. Она выражает его интересы. То есть он ее берет себе на службу, покупает. Как в свое время американцы купили правый сектор. Если вы еще какие-то, товарищи, послушайте, потом вопросы задавайте. Ну, как-то тут вопросы, я думаю. Мы недолго задаем вопросы. Вопросов немного. Да. Еще какие-то вопросы. Пожалуйста. Скажите, а перспектива, хотя в буржуазном развитии есть в Новороссии? То есть вы сумеете обучить данный конкретно? Она так сейчас и идет, буржуазное развитие. Я имею в виду, что сумеет. Там идет передел собственности. Там ВТБ берет, собственность отжимает заводы, фабрики. Пытается запустить там производство, эксплуатируя рабочую силу. Там идет попытки ополчения перевести под присягу этому правительству, которое вновь избралось. Там идет большой набор регулярной армии, объявленной по всем каналам, телевизионным и радио добровольцы. 25,5 тысяч гривен, значит, рядовой состав. Обучение и после этого служба в этой армии. Потому что те отряды, которые там, они не подчиняются. Нет, нельзя. Вот там, товарищ. Я хотел бы узнать, Ахметов там имеет какое-то отношение к Новороссии? Финансово или как? Имеет. Там находится его шахта, он владелец. При этом мы были в отряде мозгового. Его заместитель говорил, что мы несколько раз пытались запретить отгрузку угля в Киев. Вот шахта Ахметова. Однако Москва была против. Потому что Ахметов все время в Кремле и все время с Путиным там о чем-то договариваются. А вот Захарченко хотел сказать, что она относится? Захарченко это такое же ставление Кремля, как и, так сказать, в Котиске. Вот есть ли движение и в каком масштабе все-таки наблюдается, чтобы у Ахметова, у Коломойского, у других олигархов отобрать эту собственность и с красными флагами водрузить диктатуру пролетариата? Вот есть ли вот такое движение там? Есть, такие настроения есть. Такого организованного движения нет. Настроения такие есть, у многих есть. Но, так сказать, они пока не находятся в поддержке руководящих. Вы про ситуацию послушали и там разные мнения есть. Задача коммунистов непосредственно, которая на Донбассе есть, в чем она и у них состоит на сегодняшний день? Я так понимаю, что это работа с классом, то есть это агитация и пропаганда в данных условиях, хотя ее очень сложно проводить, потому что там монополия на информацию и любые попытки вот сейчас в этой ситуации проводить митинги или какие-то другие акции, они считаются направлены, так сказать, против Луганской и Донецкой республик, кто бы их не проводил. Там же комендантский час, там все запрещено. И даже предупредили наших товарищей, что не потерпят, если они начнут какую-то агитацию. А рабочий класс сейчас, именно рабочий, они очень восприимчивы, они хотят разобраться, и именно вот это и надо делать. То есть организовать, на мой взгляд, распространение агитматериалов и построение просто рабочей организации из самых сознательных. Но это все на перспективу, то есть вот именно сейчас в данных исторических условиях не позволится сохранить, там, если социалистическая революция там произойдет, предположим. Коммунисты есть или нет? Там коммунисты есть те, которые были в КПУ, которых даже не допустили, несмотря на то, что они показали свою полную лояльность, так сказать, в том числе и фашистской вот этой хунте, да, с их помощью, там, они выбирали спикеров и прочее. КПУ тоже голосовало, так же. Тем не менее, она даже не допущена была, значит, в Новороссии, не допущена до выборов. Поэтому эти люди остались, но они, их трудно назвать коммунистами. Есть другая часть, которая вышла из КПУ и которая работает в Российской коммунистической рабочей партии. Она не очень многочисленная, но тем не менее она есть, вот, наверное, да, можно сказать, что есть коммунистическое ядро там. Спасибо. Так, ну давайте мы послушаем другого докладчика и посмотрим в вопросе другому, и потом можно будет поуступать. Пожалуйста. Пожалуйста. Я понял. Для того, чтобы понять, что происходит в Новороссии и что там делать, необходимо, нужно, в общем-то, обратиться к истории. Я думаю, что мы с вами знаем, что такое фашизм. Ну, все как-то вроде представляют, но вот когда начинаешь, надо спрашивать, люди путаются и, так скажем, путают фашизм с национализмом, там, с какими-то зверствами. А есть вот определение Димитрова, которое вот наиболее, который наиболее четко его изучал, ближе всего в свое время подошел к нему. И фашизм – это открытая террористическая диктатура по этому определению наиболее элекционных, наиболее шовинистических слоев финансового капитала. Вот, исходя из этого определения, можем его применить к Украине и сказать, ну, есть ли на Украине фашизм. Есть. Но украинский ли это фашизм? Вот в чем вопрос. Потому что вот из выступления Степана Сергеевича получается, что, ну, какой-то украинский фашизм существует. Ну, тогда сразу надо задать вопрос, существует ли на Украине финансовый капитал украинский. Финансовый капитал там есть, но это никакой не украинский финансовый капитал. Это финансовый капитал американский. Ну, и западноевропейский, в основном, американский. Потому что другого капитала сейчас в мире финансового, есть, конечно, какие-то очаги финансового капитала в других странах, но в основном, если взять статистику и посмотреть, какие банки основные командуют миром, то это никак не украинский, не российский финансовый капитал, это американский, германский, французский финансовый капитал. Вот он, в общем-то, погоду в мире и делает. Власть принадлежит ему. Поэтому, для чего это ему нужно? Мы знаем, что империализм – это высшая стадия капитализма. На превысшей стадии такие экономические условия складываются, что, во-первых, финансовый капитал, я уже говорил, то есть капитал банковский, который сросся с капиталом промышленным, точнее, захватил его и начал им командовать. То есть это не промышленный капитал, командующий банковым, а банковский, который управляет промышленно. Второе – это господство монополий, это понятно. Ну и главное, что передел мира-то, в общем-то, уже завершен, делить особо больше нечего. То есть все, что, так скажем, велить-то есть, но все уже захвачено. Поэтому для проведения своих экономических интересов необходимо постоянно производить отбор собственности, передел ее, передел финансовых рынков, потоков. Ну и вообще империализм уже на такой стадии находится, когда он работать без войны не может просто. Он загнивает и начинает, мы все видим, к чему приводит. Ну, то есть этот строй уже себя изжил во многом и создал такие противоречия, которые, кроме как военными методами, не решаются. И вот на Украине это произошло. Причем это не только на Украине, мы знаем и другие страны, где США проводила свою политику. С конца, можно сказать, 40-х годов США участвовало в огромном количестве конфликтов. Это двухзначные цифры, я даже сейчас точно вам не скажу, но больше 20-30 стран, которые подверглись агрессии США. А в той иной мере. Открытая агрессия или, как вот в последнее время, именно вот такой, как на Украине. Поэтому то, что переворот произошедший на Украине и к власти пришедшие люди, она не хунта, это никакая даже не хунта военная. Это именно фашистское правительство, причем выполняющее неволю своего, как в Германии, допустим, пришли к власти фашисты, которых привели к власти германские империалисты. Нет, здесь к власти пришли фашисты, то есть люди, осуществляющие открытый террор, то есть беззаконие. То есть мы знаем, что диктатура финансового капитала, она в разных формах существует при капитализме. И в декоратической форме она существует, но и диктатура, то есть неограниченная власть. Только при демократической форме она прикрыта какими-то законами, как-то огорожена, сделан вид, что это демократия такая. А при фашизме уже империализм не стесняется применять насилие. Поэтому в самих Соединенных Штатах мы знаем, что нет фашизма как такового, то есть там демократическая диктатура, демократическая, буржуазная. А внутри, допустим, Украины, для того, чтобы привести к власти своих людей, используется фашизм на экспорт. Да, так называемые. Теперь, есть ли там российский империализм, то есть противостоит ли? Я считаю, что нет. Не в том смысле, что я такой патриот России, допустим, или российского капитализма, скорее. Я говорю, патриот России, но это не патриот, скажем, российского капитализма. Но чисто объективно это не так. Вот на данный момент времени российский капитал, он империалистическим не является по определению. Потому что при империализме, ну при империализме весь мир живет в этом империализме, другого сейчас капитализма не существует, он уже прошел. Сейчас весь мир в условиях империализма живет. Только одни страны, это страны, которые ростовщики, так скажем, которые капитал вывозят, грабят другие страны. А другие страны, остальные, это страны, которых грабят. Так вот, в современных условиях государства, которые вывозят капитал, их там можно пальцем пересчитать. Это Америка, Германия, Франция, Англия. Ну, в общем-то, наверное, и все. Но там есть еще какие-то, но это уже не играет большую роль. А по большому счету именно Соединенные Штаты. Они в Германию капитал на самом деле вывозят, и во Францию, и в Англию. В основном это американский финансовый капитал. Поэтому тут скорее идет не борьба российского империализма, а борьба России за свое существование. Потому что мы все понимаем, что Украина, как бы ее сейчас не представляли независимым государством, она появилась 20 лет назад, это независимое государство в результате распада Советского Союза. То есть в результате, ну, во-первых, предательства, можно сказать, наших руководителей, того, что у нас отказались от социалистической экономики, от диктатуры пролетариатов, в первую очередь отказались. Но извне это тоже как бы спонсировалось, подпитывалось. И мы знаем, кто такой Горбачев, какие он премии там получал. Поэтому Соединенному Штату Америки, естественно, выгодно. Не просто развал Советского Союза, но и развал крупной державы, такая капиталистическая. Как Россия, если она развалится на маленькие части, естественно, у них появятся новые рынки, которые они могут захватить. Мы знаем, что у России все-таки худо-бедно есть ядерное оружие, она может противостоять Америке. Потому что без ядерного оружия, мы знаем, что противостоять Соединенным Штатам невозможно. Они что хотят, то и творят. Командует всем, что угодно. Там Меркель приказывают. Они же не просто так, потому что Меркель такая плохая, хорошая. Просто там стоят военные базы в Германии. Все. В Америке есть оружие, и страны, которые могут сопротивляться, если у них нет чем ответить Америке, они ничего не могут сделать. Поэтому мы не можем сказать, что в России есть финансовый капитал собственный. Есть какие-то его зачатки, есть вывоз капитала в другие страны, в небольшие количества. Например, Среднюю Азию может есть, может даже куда-то в Англию вывозят. Были случаи. Но он массового значения не имеет. Это вот такие небольшие тенденции. То есть маленькие ручейки в основном с основным потоком. И контроль наши банки, в общем-то, это не секрет, что они контролируются во многом западном. И западный там есть капитал, который в контрольный пакет в наших банках существует. Поэтому вот тут такая ситуация. И олигархи вот эти все украинские, они не просто так украинские. Они именно в основном действуют в общей связке. Поэтому, с одной стороны, я не согласен со Степаном Сергеевичем, что Россия там ведет какие-то империалистические свои игры. Нет. Скорее всего, она пытается, понимая, что это может грозить ей, пытается этому противостоять. И борется с фашизмом, это надо им, как сказать, российскому правительству отдать должное. С одной стороны, борется, с другой стороны, не может с ним бороться по простой причине, что она тут же, как говорится, зависима от него. Вот был про Алчевский разговор. Владелец этого комбината, на самом деле, контрольный пакет вообще-то принадлежит российским компаниям. Которые, в свою очередь, эти компании, Евраз, по-моему, там владеют контрольным пакетом. Ну, в последнее время так было, сейчас, может, что-то там поменялось. То есть, это предприятие, которое в империалистической экономике выполняло определенную функцию. Да, там налоги шли в Украину, в Киев, но на самом деле владельцы, владели этим финансовым капиталом, по большому счету, иностранным. Поэтому никто не заинтересован в том, чтобы пришел там мозговой со своими людьми, его национализировал. И тут-то не заинтересован в этом ни Россия, ни Украина. Вот в этом смысле российская буржуазия непоследовательна, и бороться по-настоящему с фашизмом не может. Она от него зависима. По-настоящему с фашизмом может бороться только организованный рабочий класс. Мы знаем, кто победил фашизм во Второй мировой войне, такое государство. И какие силы антифашистские участвовали в этой борьбе. Конечно, были и американцы, оказывали свою помощь определенную, но это во многом потому, что угрожала фашистская Германия. Но в целом борьба с фашизмом прогрессивна и для капиталистических стран, которые с ней борются. Это их действие прогрессивно, хотя в основном нельзя назвать Россию прогрессивной капиталистической страной. Александр Ильич, у вас на задачи коммунистов в Новороссии? На задачи коммунистов в Новороссии я хочу сказать, что основная задача коммунистов в Новороссии – это организовать рабочий класс для борьбы. Это самая первая и самая важная задача, потому что, как показала сейчас ситуация, что да, люди поднялись, не думаю, что там уже большая роль спецслужб России, они поднялись, потому что восстали против фашистского переворота, самостоятельно добыли оружие на первом этапе, во всяком случае, мы знаем это, и стали бороться. У них нет, конечно, главного, то есть у них нет понимания, как должна быть организована вот это государство антифашистское. Что это должно быть? Что должна быть диктатура пролетариата, а что диктатура пролетариата без советов рабочих депутатов невозможна. Нет других форм диктатуры пролетариата. Для этого необходимо было уже давно, на самом деле, еще до переворота создавать эти советы. Но поскольку они не были созданы, вот сейчас мы имеем такую ситуацию, когда, с одной стороны, есть народ, который взял в руки оружие, с другой стороны, он не организован в государственные органы. Он не организован. Либо приходят, как правильно сказали, ставленники с Россией, потому что Россия сама не знает, что делать, тоже находится в подвешенном состоянии, не могут создать даже вот этого буржуазно-демократического государства. А с другой стороны, есть коммунисты, которые в Новороссии есть и в большом количестве там находятся, которые, ну, люди коммунистических настроений, которые еще не совсем знают, что им делать, что им нужны свои органы, там, рабочая милиция, допустим, на заводе. Создали советы на заводах. То есть это собрались рабочие, которые, допустим, даже в том же ополчении находятся. Собрались, организовали совет этого завода. Представители этого совета, этих советов на нескольких заводах могут организовать городской совет, и вот уже есть орган, альтернативный орган власти. Насколько он там будет признан, допустим, не признан, это одно, но он что может в рамках вот этой ситуации, когда не существует там ни полиции, ну, милиции, допустим, никаких-то органов власти, создать рабочую милицию для охраны порядка. Может он это сделать? Может. Народ увидит, что он это делает? Увидит. Может создать какие-то органы, ну, реально, которые будут выражать волю всего народа. Потому что мы видели там, что происходит в том же ополчении, ну, казаки вот там, людей прогоняют через троек, мы это видели же. Какие наказания у них там, плетки какие-то, ну, по телевизору это показывали. Ну, это махнул, ну, казаков, конечно, что там еще ожидать. Ну, Музгово тоже там суд проходил, который не признали, вы тоже, наверное, смотрели. Ну, поскольку собрали 300 человек, ну, не, разве могут представлять народ? Народ могут представить советы, огромный масса людей, а не 300 человек, которые проголосовали. Поэтому вот это очень важно. Если эти советы будут существовать, и мы, кстати, наша-то задача какая? Помогать в их создании не только здесь, но и там тоже. И там, может быть, это сейчас не то, что актуально, а актуально это и здесь. Но сейчас это там очень вопрос-то такой важный. От этого зависит жизнь многих людей. Что там будет сейчас происходить? Будут там советы? Будет одна ситуация. Не будет? Будет совершенно другая. Мы знаем, что отряд у нас поехал из России туда. Вот. Коммунистический отряд, который сейчас находится в Бригане, Волчевске. Вот. Там люди тоже проводят агитацию. И именно вот агитация должна быть, она проводится именно за диктатуру пролетица, за советы, за создание советов. Вот такая ситуация. То есть основная задача сейчас даже не может быть агитация, а именно во многом и организация тоже. Не просто агитация, рассказывать, что такое советы, хотя это очень важно. Но еще помогать в организации этих советов. Может и на месте, кто имеет эту возможность. Естественно, коммунисты в Новороссии, я не очень согласен, что прям все КПУ там какие-то предатели, регаты, нет. Там есть часть верхушка продажная. Ну, КПУ в Новороссии уже не существует по определению. По определению устава этой партии. Хорошо, дай мне стекло. Хорошо. Вопросы, пожалуйста. А задачи-то у вас какие были? Задачи-то у вас какие были, если можно сказать, не секретно? То есть мы ездили туда зачем? Ну, мы ездили туда, чтобы установить контакт с... Ну, во-первых, ехали в бригаду признаков Луганский, лично я был Луганский и Волчевский. В основном Волчевский, конечно. Хотя с Луганскими тоже встречался. Задача-то какая у нас? Донести до этих людей, во-первых, Мозговой сам там, скажем, его нельзя назвать, конечно, коммунистом, с одной стороны, но он как-то человек, выступающий за народную власть, как он говорит, и искал там вот эти, и ищет, наверное, до сих пор, формы, в которых бы могла существовать... Ну, то есть как-то в городе, вот есть город Толчевский, какие-то там органы власти, там надо неохладимо было создать. Вот для этого мы туда ехали, ну, как помогать ему, скажем так, в освещении событий, то есть как журналисты, ну, поскольку я ехал там на несколько дней, на неделю, я там журналистом не мог быть никак. Хотя там этот вопрос прорабатывался, и сейчас там организованы люди наши, там из антифашистского штаба работают. Главная задача занести возможность создания Советов, донести до ополчения, в первую очередь, потому что власть сейчас находится в ополчении. В ополчении рабочие, но это не рабочие на заводе, это рабочие и ополчение. И связи у них с предприятиями во многом нет, нет у них контакта. Они ушли с предприятий своих, вот есть комбинат. Там свои рабочие, они деньги получают с Украины, во всяком случае, до последнего времени. Получали деньги в гривнах, которые там пытались как-то обналичить через карточки, ездили через границу. Не Россия же им деньги платила, им деньги платили эти олигархи украинские. И во многом там были сильные, ну, были, во всяком случае, настроения, которые говорили, да давайте закончим это, пусть они там придут и начнут опять там зарплату платить. Такие же настроения тоже были. Люди не понимали, что уже не придут и не начнут, скорее всего. Если придут, то все разрушат. Вот это тоже надо понимать. Так, еще вопросы? Не вопрос. Пожалуйста, Александр Аркадьевич. Скажите, пожалуйста, вот часто на всяких ток-шоу, которые идут по российским телевидениям и так далее, и с той, и с другой стороны, я имею в виду и те люди, которые твердо стоят за Новороссию, и которые расценивают как фашистские действия официально украинской власти, и наоборот, которые пытаются вину там на Россию переложить и так далее. Вот то, что происходит, значит, определяет, как гражданская война на Украине. Вот скажите, пожалуйста, так. Можно ли с этим согласиться, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения нельзя, потому что гражданская война – это классовое противостояние, то есть борьба классов каких-то. Ну, или если есть, скажем так, ну, то есть война – это вооруженное противостояние государства, нации или классов. Если вот это… Противостояние или борьба? Борьба вооруженная. А тут стоят вооруженные. Нет, борьба вооруженная именно, вооруженная, не то, что какая-то словесная, а именно вооруженная. Если это государство, это понятно. Если это национальное, то это, допустим, если бы воевали русские с украинцами на Украине, было бы нижнациональное. А гражданская – это была бы классовая война. Классы… пока об этом говорить нельзя. То есть нету там такого, что, скажем, со стороны Новороссии – это восставший рабочий класс воюет с буржуазией. Нет такого. Там есть борьба с фашизмом. И в этом смысле нельзя ее, наверное, назвать гражданской войной, ну, в прямом понимании. Хотя уже можно сказать, что это идет противостояние двух государств. Одно государство фашистское, Украина, осуществляющее фашистскую агрессию. А с другой стороны – это государство Новороссии. Государство восстановления, которое от Украины отошло не по национальному признаку совершенно, не потому что там больше русских или меньше русских, а именно потому что не захотели люди жить при фашистской диктатуре. Поэтому это борьба сейчас с фашизмом, и не гражданского. Пожалуйста. А вот такое словосочетание «гражданская война в Испании» вам знакомо? Там классовая была борьба. Ну, нам ближе все-таки Испания, а вот там была классовая война. Ну, в Америке есть сразу, в Америку, чтобы… Там была борьба по владельцу. В Испании вот там классовая, по-вашему, была война в Испании? Во многом, да, классовая. Во многом, а здесь во многом нет. А здесь во многом нет. Потому что в классе… Там, извините, меня участвовал и Коминтерн был, да? Он что? И здесь участвует? А здесь никакого Коминтерна. Вы не участвовали? Вы… Ну, нет. Потому что там все перехватили, перевалили. Так, вопрос еще, да? Да. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот кому в основном там собственность принадлежит? Вот в России у нас 80% частные, 20% государственные. А вы нечастные, что ли? Тоже государственные, принадлежат только капиталу, комитету по делам буржуазии. Частные? Частные, конечно. Ну, это 100% частные. Да. А кто там герои такие, кому принадлежат? Все в основном заводы, фабрики, шахты. Кто там такие в Новороссии? Ну, принадлежали они, и принадлежат, наверное, до сих пор, олигархам украинским. Ахмеду. Ахмеду. Вам, ну, и российским тоже. Насколько там доля государственной собственности, я не знаю, это не столь, наверное, важно, потому что… Ну, а кому они сейчас будут принадлежать, это еще большой вопрос. То есть, право собственности вроде есть на комбинат, но если комбинат стоит и ничего не делает на нем, ну, он перестает быть средством производства, а если он средство производства, значит, это уже не частная собственность, что создать производство. Собственность расстается. А в этом собственность стоит. Вопросы? Я, ну, как в школе учили в свое время, в среднем, гражданская война, просто война в две страны. Вопросы есть? Я потом, потому что… Комментарии нам к вопросам не нужны. Пожалуйста, вопрос. За власть. А вот скажите, как там вы или вот знающие товарищи оценивают, вот есть тамошнее население, сколько из этого населения процентов, ну, как бы, за Украину будет с ней дружить, ну, при каких условиях, и сколько процентов, которые категорически, ну, в ближайшее время против? Ну, вы понимаете, что, ну, я, вот, я за себя хочу, я же не в целом там, или что там у них, никаких вопросов социологических не проводил. Я знаю, что видел неприязнь к украинцам, ну, что, ну, понятно, что если я был, так скажем, в отряде, в этом, в бригаде, где собрались ополченцы, понятно, что они очень отрицательно относятся к Украине. В городе, возможно, есть настроения другие. Попадаются там люди, ну, они, естественно, это не афишируют, вот, ну, видно. Попадаются там нарисованные, допустим, даже в той же Новороссии украинские флаги. Вот прям. Правда, потом перечеркнуты рядом Новороссия, ну, такое есть. Ну, украинские, бендеровских никаких нет флагов. Насколько это, сколько процентов, я не знаю. Но чем больше там идет война, я думаю, тем больше отрицательно все-таки отношение к Украине будет нарастать. Потому что, ну, надо быть слепым, если тебя бомбит, они же понимают, кто по ним стреляет, они видят это. Если нам тут могут рассказать, или где-то еще, в Америке, что-то, или в Украине, что это ополченцы отстреливают мирное население, то в самом городе понятно, кто его отстреливает. Так, хорошо. Еще вопрос? Давайте будем переходить к обсуждению. У меня все-таки вопрос тогда такой. С какой целью не империалистический российский капитал строит сейчас подводные лодки, запускает ракеты, там, самолеты по всему миру гоняет, там, и прочее-прочее. Я не пойму, как, да. Так, пожалуйста. Любое государство, во всяком случае, армия имеет в цели то, чтобы воевать. Правильно? Или защищать свою территорию, или нападать на кого-то. С кем? С агрессором. Под контролем американского и немецкого французского капитала. С кем воевать? Это уже комментарии свои. Нет, что значит под контролем? Государство России, она не протекторат, как бы, встречать или нападать. Всякое государство имеет вооруженные силы, кроме государства кассы, как в Швейцарии. Там она ни с кем не собирается. А Ватикан вы не имеете? Сейчас мы переходим уже к обсуждению. Если вы хотите выставить, пожалуйста. Нет, я хотел задать еще вопрос. Ну давайте, последний вопрос тогда, и переходим к обсуждению. В последние недели в основной народной республике создана милиция. Ну понятно, что вооружение, там, одежда, все идет из России, понятно. Больше того, они пытаются подстраиваться там по какие-то общие минские соглашения. Они не могут иметь армии своя, они могут иметь только милицию. Начальник милиции, показали его по телевидению, красная звезда, серп и молодцы. То есть, он их вроде как-то вместо министра обороны. Пускай уровень у него не тот, скажем, по подготовке, но тем не менее. То есть, человек, который возглавляет сейчас военно-формирование. Вот насколько широко символика советская применяется в Луганской республике? И часто ли там встречаются красные флаги? Ну, скажем, применяется, встречается, но встречаются и другие флаги. Не только красные. И имперские там флаги встречаются. Разные встречаются, по-разному. Так, спасибо, Александр Владимирович. Переходим к обсуждению. Все, прошение уже было. Нам нужно пообсуждать. На скольный стол, а не вечер вопросов и ответов. Так, пожалуйста. Потому что нам надо выработать позицию, а задача коммунистов Новороссий. А мы собрались для того, чтобы задать вопросы. Так, пожалуйста, я хочу выходить и выступить. Так, кто еще хочет выступать, поднимайте руку. Я хотел бы сказать, коротко, что вообще говоря, не всякая страна, которая успешно противостоит разной империалистической стране Соединенным Штатам, является тоже империалистической. Куба, разгромившая американских наемников на праве Ферона, отстоявшая свою независимость, от этого не станет империалистической страной. Вьетнам, разгромивший американские войска, тоже не станет империалистической страной. И здесь вот говорить, что вот раз Россия какие-то ведет какую-то борьбу за свои интересы, то она от этого непременно империалистическая страна. Но это, мне кажется, не совсем верно. Это была цифра, что совокупная капитализация российских банков, она составляет там не 40, не 30, не 20 процентов от аналогичного показателя американских банков. А там, по-моему, что-то десятые доли процента. Меньше, чем один банк американский. Меньше, чем какая-то там крошечная совершенно доля. Поэтому говорить о российском империализме, на мой взгляд, не приходится. Ну и вот то, что там российский банк 9 миллионов профинансировал французскую партию, здесь, наверное, это не является признаком фашизма, что раз тут финансовый капитал, банк, аж 9 миллионов, это где-то здесь участка в разливе, да, в Таховке под Ленинградом. Вот, это самое. Он в таком объеме французскую партию профинансировал, исходя из этого считать, что это фашизм, что это Лепен там бегает, там кричит, там скачет москаляку на геляку, там какой-нибудь французского, или там жидит на ножи. Такого нету, или в чем вот фашизм-то, вот, с этой открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шевернических кругов финансового капитала. Что вот этот банк наиболее реакционные, наиболее шевернические круги капитала, и Лепен там такую политику проводит, коммунистов вешать хочет, наверное, ждет, не дождется. Вот это что-то сомнительное. Тем более, хотят отказать москутские коммунисты, защитники Геев, там, может, этого и заслуживают, но это уже другой вопрос. Так что здесь вот у меня, кажется, таким вот определением надо осторожнее быть. Ну вот, все. А задача коммунистов в Новороссии вы не хотите? Да какие задачи, ехать надо. Вы едете туда, ездят, и едят. А в прошлом задачах никто не хочет сказать. Зачем туда ездить? Не надо, я бы сказал так, не надо ездить, если вы не знаете, зачем, какие задачи в Новороссии. Мы с интересом выслушали выступления наших товарищей, которые там побывали. Надо сказать, что лично я больше хотел услышать, что они там видели, как они с людьми разговаривали, значит, впечатления непосредственно, да, о поездке. Они как-то оба ударились в теорию, тут это самое, насчет империализма, концентрации капиталов там. Это очень интересно, да, но мы об этом уже не один раз говорили, еще потом будем говорить, а пока вот здесь. Поэтому вот первое, я бы хотел в данном случае с товарищем Бегезом согласиться, что я тоже думаю, что нельзя классифицировать эту, значит, ситуацию, как гражданская война на Украине сейчас. Мы действительно имеем вот такой своеобразный пример противостояния фашизму. А фашизму, как известно, противостоят не только коммунисты, а, так сказать, разные силы, в том числе буржуазная демократия, честные просто там люди и так далее. Империалистические державы. Да, могут даже империалистические державы противостоять, и мы даже на этом настаиваем и пытаемся заставить, значит, российскую власть оказывать помощь в борьбе с фашизмом на юго-востоке Украины. И вот в этой солянке там чрезвычайно разнородные элементы присутствуют. И в очень тяжелых условиях находятся те товарищи, которые вообще-то стоят на коммунистических позициях. Возьмем тот же мозговой, он один из наиболее прогрессивных вроде таких деятелей. А когда начинает выступать, то мы не допустим повторения там 905-го, 917-го года, когда смуту тут принесли на наши земли, ну, типа того, что мировая закулиса, и жидомасонские заговорщики и прочее, прочее. Значит, ну, своеобразие там ура-казацкой братья во главе с Николаем Ивановичем Казицыным тоже многим понятно и известно. И наши товарищи там находятся в такой сложной позиции, когда говорят, слушай, мы не можем тут собственную агитацию выпускать, потому что местные власти твердо сказали, только официальная наша пропаганда, вот там эти лески от власти, и никакой этой самой партии запрещены, никакой партийной деятельности, так сказать. Ну, вот в таких ситуациях и в то же время странная какая-то война. Значит, с одной стороны, украинские власти, которые они сами определяют как фашистские, олигархи фашистующие там, коломойские, непроходящие, и до сих пор ходят гривна. Меня все интересовало, как там инкассация налажена? Все, с каждого спрашивал, кто приехал, как там гривна ходит, как там инкассация? Ну, вот, наконец, мне объяснили, что, слушай, инкассации как таковой нет, но система банковских перечислений работает, стоит банкомат в магазине, значит, карточкой провел, перечет, зачет, все прошло, а что за банкомат? Какого банка? Приватбанк, а это чей? Коломойского. Ой, найдет, да? Если наличная гривна нужна, собирает у друзей кучу карточек, через границу, там сказать, на территорию вражескую, украинскую, там отоваривали в наличные гривны, тащат сюда, тут расплачиваются. То есть, вот в этом противостоянии, и в этом действительно винегрете, смешении всяких и прочее, прочее, и стоит, с другой стороны, интересы капиталов чаще всего оберегаются, не трогаются, боятся и прочее, прочее. Вот, с точки зрения, все-таки, основной нашей задачи, постановки вопроса, как там задачи коммунистов в Новороссии, значит, мы держим связь с теми товарищами, которые себя позиционируют, как сегодня обновленная коммунистическая организация в Новороссии, в Луганске, так и рабочий фронт Донбасса. Значит, помимо них, чтобы мы ориентировались, уже образованы коммунисты Луганщины, это то, что из остатков КПО и номенклатуры образованы, значит, в Донецкой Компартии Донецкой Народной Республики, плюс еще образован Союз Левых Сил и еще несколько образований. Что интересно отметить, что, вот заметьте, на Украине были выборы и так называемые КПО у Симоненко не пропустили через 5-процентный барьер, в том числе и избиратель не пропустил, потому что в Севастополе и в Крыму, которые стали российскими, и те части Симоненковской партии, которые шли уже под флагом Зюганова, ни в один парламент, ни в второй тоже не выбрали. Те, которые попробовали Грача, взяв флаг теперь под названием «Коммунисты России» и двинуться, тоже не прошли. На этих двух донецких, значит, республиках на Донбассе до выборов не допущена ни одна из вот этих вновь перечисленных, они все пробовали, 3 или 4 субъекта пойти на выборы. То есть, с одной стороны, буржуазия согласована, и российская, так сказать, которая диктует, и украинская, откровенно проводит вот эту политику. А с другой стороны, и народ чувствует большое разочарование и понимает, что вообще-то, так сказать, те, кто до этого назывался коммунистами, там, КПУ, КПРФ, нишние страны, к этому конфликту подвели трудящиеся массы организационной и идеально-безоруженными, а во многом еще и в союзе, партия, регионы, попроще, посоучаствовали в этом деле. Вот поэтому сегодня мы держали вот эту связь и оказывая помощь, в том числе материальную, в том числе информационную, политическую. Пытаемся им давать советы, вот как-то помогать. Вот в первую очередь советуем, говорим, что вам надо организационно постараться укрепиться и оформиться, чтобы вы были отрядом, как там назоветесь, другое дело. Ну, чтобы у вас были структуры, ясность, кто где кто, распределение обязанностей, там, собрание, взносы. И второе, установите связь с вашими товарищами в Донецке, чтобы не были отдельно боевых очагов. В-третьих, надо начинать собственную пропагандистскую работу, и мы готовы отсюда вам помогать, печатать, там, макетировать, технику доставили туда, чтобы листовки выпускать можно было. Потому что интернет там, это еще и во многих точках экзотика, хотя, чтобы раздавать там среди ополченцев, среди городов и прочее, прочее. И, конечно, внедрять вот эту идею, чтобы постараться организовать какие-то опорные структуры на предприятиях, на шахтах и прочее, прочее. Видели советов, видели там каких-то комитетов, это уже следующий вопрос. Желательно, чтобы эту идею поддержали хоть какие-то прогрессивные полевые командиры, которые сегодня являются, как бы, действующей властью, но, как бы, сторонятся политики, хотя в грунте обьют, что они за народа власти. Так вот, им надо объяснить, что, если ты за народа власти, то единственный путь, чтобы эта власть принадлежала тому народу, который не через Коломойских и Украшенко, а тех, кто работает или что-то, это вот это, так сказать, советское или комитетское, или производственное, или как-то чего-то. Этого пока не получается, особенно. Но не получается, в том числе, в связи, к сожалению, с очень организационной слабостью тех звеньев, которые сейчас там есть, которые называются коммунистами. Их там пока парой десятков перечисленных человек. Все. И подпольно там работает? Ну, и не подпольно, но и не открыто. Выборок не допустили, вывески не имеют. Уважаемый директор. Красные флаги держат на флот поставки. Больше никто слова не получит. По одной простой причине, что вот сидит там ректор, который уже хмуро на меня смотрит, поскольку он специально мне дал, чтобы я отвечал за это безобразие, которое состоит в том, что уже истекло наше время, а мы все-таки задачу такую частично решили, вот благодаря нашим, так сказать, товарищам, которые выступали, и которые вопросы тоже задавали. Но все-таки надо как-то нам, хоть к какому-то так выводу прийти. И я попытаюсь эту задачу, как, так сказать, ведущий, который должен сделать заключительное слово, решить, и на этом мы закончим. И не значит, что мы закончим на этом обсуждение, рассмотрение, обдумывание и так далее. И мы эти вопросы будем дальше изучать. Но я думаю, что надо, так сказать, правильно, методологически к этому подойти. А методологически, когда стоит вопрос, что делать коммунистам в Новороссии, то этот вопрос решается не сегодня. И этот вопрос решается не в связи с событиями в Новороссии. Этот вопрос решается в связи с разработкой программ партийных. Значит, программы партии у нас утверждены. Значит, в программе Российско-коммунистической рабочей партии написано, что программа «Миниум» – это создание Советов. А затем на основе создания Советов и Советской власти. В программе Рабочей партии России написано то же самое. Создание Советов и затем на этой основе Советской власти. Это вот программа «Миниум». Значит, это и речь идет, так сказать, не о том, как они будут называться. Названия могут быть самые разные. Если там называется комитетом, советом и так далее, чем-то другим, это одно дело. У нас есть по этому поводу единство, не просто каких-то мнений, а единство позиций, причем политическое и теоретическое единство. Давайте с этого будем исходить. Значит, если мы, имея такую программную установку, вдруг сталкиваемся с каким-то новым явлением, а новое, как раз только с точки зрения наших программ, это самые благоприятные условия, какие только могли возникнуть. Потому что, например, сейчас не возникли благоприятные условия в России для создания Советов. Не возникли благоприятные условия для создания Советов в ряде других стран. Вот где есть некоторые условия для этого благоприятные, это как раз Новороссия. Поэтому надо говорить не о трудностях, которые там есть, о трудностях. Неужели может быть революция без трудностей или создание новых органов власти? А надо говорить о том, где создались условия для создания Советов. При этом я очень бы строго разделил, как было и в истории, как было и в теории. Разделил бы вопрос о самоорганизации трудящихся, то есть создании Советов, и вопрос о советской власти, которые могут разделяться десятилетиями. И мы знаем, что Советы в этом плане, в Иваново, были созданы в 1905 году, а претензию на то, чтобы быть органами власти, они там какие-то выказывали, на местном уровне, в разных городах, по некоторым вопросам, но полномерными органами власти они, в общем-то, и не становились. И если мы вспомним, когда были созданы органы власти вторично, простите, Советы, не будучи органами власти, они были созданы сразу после февральской революции, причем участвовало в их создании буржуазии. Не надо буржуазию отталкивать от создания Советов, если кто хочет из буржуазии создавать Советы, сейчас добрый. Вот Ленин как относился к СССР Мишевейским Советам? Положительно или отрицательно? Положительно. Ну, пусть будут. Создавайте. Кто был бы председателем первого Петросовета после февраля 1917 года, все знают, был Александр Федорович Керенский. И он, так сказать, разрешил туда и зайти в этот Совет, и товарищу Фердлову, и Шляпникову, которые были членами Русского бюро ЦК. Так что уж если мы опираемся вообще на собственную историю, на историю создания Совета, это единственная история создания Совета. Мы знаем, что Советы появились в Венгрии, мы знаем, что Советы были задавлены, мы знаем, что Советы появились в Баварии, в Красной Баварии там тоже были задавлены. Но это единственные попытки создавать, так сказать, органы власти снизу, не опираясь на поддержку другой большой державы, а исходя из того, что никого не спрашивают эти Советы. Советы – это такие органы, которые вообще никого не спрашивают, будут ли там какие-то командиры соглашаться, не будут соглашаться. Поэтому весь вопрос в том, а существует ли необходимость и нужда в создании Советов Новороссии. А ничего другого там не может быть сейчас такого, чтобы сохранило производство. Вот некоторым товарищам удивляются, что получают они оттуда деньги там. А как это должно быть? Вот если бы большевики там стояли у власти, как вы думаете, они что, прекратили бы вот это самое финансирование? А что у нас, когда большевики взяли власть, они что, прекратили хождение этих самых денежных единиц? А что, они сразу национализировались, что ли? Ничего не национализировали? Как это вот мы будем национализировать? Вы умеете заводом управлять? Я, например, не умею. Я бы отложил бы это месяца на четыре или на три. Ну, директором можно управлять. Вот директором нельзя управлять, если не умеешь. Если не умеешь, надо стать комиссаром. Вот назначим вас комиссаром. Вы будете три месяца стоять и смотреть, как он управляет. А на четвертый месяц будет признан закон о том, что национализируется все, и тогда можно вас проставить, если вы за это время научитесь. А если не научитесь, то и нельзя. Это отдельный вопрос. Я хочу сказать, что если мы не хотим, чтобы нас задавили с самого начала, и все попытки не задавили самоорганизации народа, не надо эти два вопроса. Вопрос о создании Советов и существовании Советов. И вопрос о советской власти, их не надо соединять. Это отдельный большой вопрос. Возьмут они власть, не возьмут власть. У нас все могут брать власть. В партии политические, любая стремится к власти, она открыто заявляет. Что-то такого нового, особенного. Могут и Советы думать о том, что они возьмут власть. Думайте, пожалуйста, сначала, что нужно сделать в Новороссии? Нужно сохранить производство. Потому что если производство там не будет сохранено, Коломойский там будет собственник, или там будет Ахметов собственник, или какой-то российский будет капиталист. Но надо, чтобы предприятия работали. Поэтому главная задача Советов, которую можно сейчас выставить и против которой выступать невозможно. Ну, если только это не враг ЛНР и ДНР, не враг народа. Это задача сохранения производства. Вот это главная задача, которую должны решать эти органы. Больше этим заниматься некому. Во-первых, потому что люди, которые сейчас избрали политически, они в этом тоже не очень так здорово разбираются. Это раз. И они не связаны так тесно с заводами. И нету этого. Со мной избрали там людей сейчас. И что? С другой стороны, люди, которые в ополчении, которые почти все с заводов. Ну, не только, но прежде всего. Я думаю, там не профессора воюют прежде всего. И не доценты. В основном там публика. С фабрик и заводов. И с шахт. И с шахт больше всего. Значит, это тоже люди, которые не очень-то управляли заводами в течение своей жизни. И практика у них небогатая. Поэтому, я думаю, им надо не стремиться отнять у кого-то. Отнять это не проблема. Если люди с ружьями, с автоматами, с пулеметами и даже с градами, ну, можно взять и уничтожить какой-нибудь завод. Чем и занимаются украинские представленники американского фашизма. Они систематически пытаются. Говорят, зачем они бомбят, вот не по ополченцам стреляют. Да потому что, если они уничтожат экономику ЛНР и ДНР, не будет никакой ЛНР и ДНР. Ни рабочего там не будет движения, ни буржуазного, ни антифашистского. Никакого. Никакого. Аризона, Коломойскому, перестать давать туда деньги нет. Ну, потому что функционируют предприятия. И, естественно, надо, так сказать, выплачивать зарплату. Естественно, из этой зарплаты отчисляются на антитеррористическую операцию. На контртеррористическую операцию. Ну, что делает украинец? Это совершенно нормально. С точки зрения тех, которые хочут сохранить эту Украину, так сказать, и не хочут, чтобы было ЛНР и ДНР. С точки зрения ЛНР и ДНР тоже нужно, чтобы работало производство. Не будет работать производство. Вот сейчас уже просят уголек. Украинское государство. Потому что как-то с Россией, что-то поезда стали плохо ходить. Как-то неплохо ходят. Сейчас ВРЖД никак не едет этот уголь. Вот АЗЛН, ДНР готовы уже, если предоплата будет, дать и уголь. То есть, тут экономические вопросы начинают. И для украинского государства, хотя оно и носит фашистский характер, все равно им надо перезимовать эту зиму. И не больно там ему с Запада помогать? Не больно. Обратите внимание, не сильно так его здоровье поддерживают. Поэтому тоже не знаю, зачем поддерживать, потому что это России все равно не даст. Потому что тоже, так сказать, они же сами кричат, что Россия все там делает, она все организовывает, она все делает. Так они сами себя запугали. До такой степени, что бессмысленно туда деньги тратить бесполезно. Все равно России это все не позволит сделать. Тем более у них там все время учения в этой России. Туда-сюда ракеты летают, поднимают по 100 тысяч, туда возят, сюда возят. Поэтому неизвестно, что там будет. Поэтому в этой ситуации, еще раз повторяю, задача Советов состоит в том, чтобы установить рабочий контроль за сохранением, за сохранением. Не за тем, чтобы его забирать куда-то. Нельзя его никуда забирать, нет, некому забирать. Нет таких органов, которые могут забирать. А вот это можно делать. Значит, что для этого нужно? А для этого все есть. Вот есть люди с заводов. Там сидит три человека. Вы с одного предприятия. Все. Ну, образуйте фабрично-заводской комитет. Это если вы образуете, я образую. Нас никто слушать не будет. Ну, придут три человека с автоматом. У каждого. А если мало, придут еще их друзья, ополченцы. И они, так сказать, то, что продиктуют собственнику, генеральному директору и так далее предприятия, тот и будет делать. То есть, другое дело, что они должны диктовать сохранение производства. А ничего другого сейчас. Потому что сейчас что другое, хвататься не надо. Есть вот сюда звено, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить всю цель. Будет этому противодействовать тому, что есть какие-то органы, которые самостоятельно поддерживают сохранение проектов. Кто будет из командиров или руководителей буржуазных, поскольку сказано народное государство, мы что, не знаем, что народное это буржуазное? Кто не знает здесь? Ну, чего мы тут загадки для себя, так сказать, задаем? Раз народное, мы же знаем от Никиты Сергеевича, что если народное, то значит будет буржуазное. Тут все понятно совершенно. Поэтому, ну как оно может выступать, они сами не могут делать, не могут организовать пока. Значит, они никак не могут выступать в проекте, чтобы люди занимались сохранением производства. И вот эти органы, ну будет у вас, так сказать, три завода, на трех заводах три фабрично-заводских комитета, значит, можно сделать городской совет из представителей. Что тут такого-такого страшного? И если мы, вот имея такую программу, имея совершенно ясную задачу, вдруг специально задаемся вопросом, а что нам теперь делать? Ну, что нам запланировали, так давайте это и делать. А если мы советуем, да давайте это и советовать. Или мы советуем писать в программе одно, а советовать другое? Очень было бы странно. Интересно, так сказать, товарищи коммунисты. У них полное единство, как только они куда-то выезжают, они начинают думать заново. А что мы будем делать? Я думаю, это неправильный подход. Я думаю, что правильный подход состоит в том, чтобы реализовывать свои программные задачи. Мы программу писали, что именно для России только. А для Советского Союза она не подходит. Или там, скажем, если это в Туджикистане или в Узбекистане, к этому не так надо относиться. Или в Прибалтике, если будет что-то, то мы сразу, конечно, уже будем все эти национальные моменты учитывать. Мы учитываем национальные моменты, они учитываются автоматически с заводов. Как и есть там люди на заводах, если они в Латвии, в Латвии, в Латыши, так это Латыши. Если это узбеки, то и узбеки. Что это мешает? Создавать советы. Ничего они совершенно не мешают. У нас интернациональные задачи, интернациональные программы. Границ в этом смысле для создания советской власти нет. Поскольку главная задача, я говорил Ленин, создание Всемирной Республики Советов, которая управляется пролетариатом всех стран. Вот, я думаю, это и задачи наши в Новороссии. И их надо просто переводить в практическую плоскость. Не рассказывать страшные сказки, как там все тяжело. А, я думаю, наоборот, сделать надо вывод, что там сложились такие условия, когда есть такая там возможность потому что, если там нет забастовочных комитетов, они имеют силы, то зато есть люди с заводов, которые вооружены. Это вооруженный народ. Это то, о чем Ленин писал в государстве революции. Это и есть рабочая милиция. Можете ее называть. Можете там стерпом и молотом. Можете без стерпа. А, мол, это все равно рабочая милиция. Это люди, вооруженный народ. Это и есть государство, по существу, в первоначальный случай. И то, что оно собирает народ и судит, ну, так и в Греции было первоначально, как на форум собирает и решаем. Будем этого самого кровавого террона, террора, так сказать, расстреливаете или не расстреливаете. Так, ну так что тут? Это нормальные зачатки вообще. Народ, так сказать, демократической власти. Вы же за демократию. А как демократию? Власть народа. Вот народ собрался. А что, вы думаете, народ прям весь и соберется? Ну, это просто буржуазная утка. Насчет того, что обязательно весь народ должен собраться, чтобы решить, как можно подумать, что когда один судья, это он весь народ представляет. А когда 300 человек, ополченцев, собрались и за, так сказать, изнасилование приговорили к расстрелу, это, значит, недемократично. А демократично отпустите, пусть они дальше насилуют. Так что, я думаю, все там очень в этом смысле. В смысле политическом. Если мы относимся к революционному времени или к таким вот крупным политическим событиям, как именно к таким событиям, когда всегда вот такая вот суматоха, вроде непонятно, непонятно, что делать, но, я думаю, специально это открытие русского рабочего класса, что в самое непонятное время, значит, надо прилинуть, как говорится, богатыря к земле, а коммунисты к рабочему классу, к предприятиям. И на этих предприятиях пытаться это создавать. Точно так же, как главным документом, который был на «Авроре», это, конечно, не пушка, а это тот документ, приказ номер один, о том, что на всех ротах, на кораблях, на предприятиях создать соответствующие органы, какие-то комитеты или советы, направить представителей в городской совет. А городской совет три только представителя с трех предприятий создали, а дальше собирайте всех, то есть сбору по сосенке. Вот я думаю, что надо такую задачу поставить, и наступил такой момент, когда наша не вообще должна быть агитация и пропаганда, а прямо конкретная, не пропаганда уже только, а именно агитация за то, чтобы там это создавалось. Но если нам будут что-то говорить, что это невозможно, может быть, это и вообще не коммунисты. Я думаю, что вот сегодня тогда, вот кто коммунист в Новороссии, кто этим занимается, а кто этим не занимается, тут на самом деле и не коммунист. Значит, разумеется, уважаемые товарищи, то, что я сказал, вовсе не является некой резолюцией, постановлением, тем более не принималось голосованием. Это вот моя точка зрения как ведущего, которую я постарался, так сказать, выразить, опираясь и на выступления наших докладчиков, и на вопросы, которые в выступлении были, ну и прежде всего на наши программы партийные, потому что мы программы должны выполнять. В следующий раз, у нас в следующее занятие, сейчас скажет Виктор Иванович, что будет? Для чего нужно изучать диалектику? Да, действительно, для чего нужно изучать диалектику? Чтобы не запутанные такие вот события... Не запутаться. Спасибо. А можно по вашей реплике, по вашей речи? Я думаю, что может. Я думаю, что это совершенно правильное требование, поскольку я думаю, что докладчики, а не докладчики, имеют право на результативное слово. Конечно, пожалуйста, пожалуйста. То, что говорил Михаил Васильевич о задачах коммунистов Новороссии и свел это к тому, что должны создаваться комитеты, советы, которые будут устанавливать заводы и фабрики, я полагаю, что это задача не российских коммунистов, а российского капитала. Здесь идет подмена понятия. Задача российских коммунистов Новороссии, на мой взгляд, это ускорить приближение социалистической революции в России. Без этого там ничего не состоится. Спасибо. Так, посмотрите, у вас есть тоже желание, что-то два слова? Как-то тоже, докладчика выступающего. Пожалуйста. Ну, я считаю, что есть просто такое понимание, что пролетариат, а точнее рабочий класс, без производства существовать не может. Если есть производство, значит, есть, с одной стороны. Кто-то его организует, в моем случае, буржу-рази, есть пролетариат, но рабочий класс. А если производство все разрушено, то не будет людей, не будет класса, точнее, люди-то будут, класса не будет, который будет способен создать Совет и вообще взять власть. Если есть рабочий класс, он власть возьмет. Нету рабочего класса – не возьмет. Вот такая ситуация. Значит, позвольте мне, во-первых, поблагодарить уважаемых наших выступающих за то, что они потрудились соответствующим образом и, между прочим, не просто излагают свои мысли, они побывали на месте. Это особо ценно. Вот это первое. Второе – поблагодарить за вопросы всех товарищей, всех выступавших. И я думаю, что все понимают, что это не тот вопрос, на котором мы остановимся и считаем, что тут все уже у нас. Все и всем ясно. То есть, я думаю, что задача нашего круглого стола состоит в том, чтобы мы начали на эту тему интенсивно и более глубоко думать, может быть, еще раз к этому возвращаться, обсуждать. Тем более у нас разных форум для обсуждения – это очень много. Спасибо за внимание. До следующего раза. Спасибо. Продолжение следует...